Сейчас начало июля, зелень уже вся поспела, с успехом используем ее для еды, но пришло время также уже делать запасы зелени на зме. Основной способ заготовки зелени мы применяем очень простой, то есть зелень режем и замораживаем. И вот в этот раз сделана некоторая срезка разных видов зелени, зелень помыта, поскольку после дождей очень сильно она была загрязнена, и вот сейчас подсушивается на ветерке вот здесь в тенечке, после чего будет порезана и отправлена уже в морозилку. Какие здесь виды зелени? Ну, во-первых, конечно, каждый сезон стараюсь попробовать разные виды укропов. Сейчас очень много сортов укропов, причем они все сочные, вкусные, это специальные укропы с сочной зеленью. И вот здесь два вида укропа. Это укроп сильно облиственный, такой сорт есть у меня, и укроп салют. Вот, и тот, и другой очень хорошие укропы, обои очень сочные, очень вкусные, ну, просто хорошие укропчики, ничуть не уступают. В прошлый год я пробовал хороший сорт укропа, аллигатор тоже салатный он, или как его назвать, но действительно очень хороший укроп. И вот эти тоже очень хорошие сорта. С удовольствием их кушали, и вот часть уже сейчас будет заготовлена для заморозки. Вот они подсушиваются, здесь вот эти вот укропчики. Ну, вот немножечко покажу, видно, что зелень укропов этих, ну, такая очень мощная, очень нежная, очень вкусная. Кроме того, вот здесь небольшое количество приготовлено для заморозки зелени фенхеля. Этот фенхель я получил в подарок от одной моей подруги-огородницы издалека, из Польши. Очень она хвалила эту зелень, и я с удовольствием посеял полученные семена. И вот эта зелень выросла, и действительно, она очень вкусная. По виду, конечно, очень похожа на укроп, но вкус тут совершенно другой. Очень хорошая зелень. Используются и семена, еще и корневища, но пока только немножечко зелени использовали для еды, и вот немножечко будет заморожено. Кроме этого, подошла пора заморозки и петрушки. Петрушку попробовал в этом сезоне я тоже нового для меня сорта. Это петрушка-богатырь. Ну, видно, что эта петрушка, она действительно, какие-то у ней листочки более крупные. Ну, это не так важно, а самое главное, что петрушка очень вкусная, сочная. Зелень у нее довольно обильная. Ну, хорошей петрушкой ничего сказать не могу. Много петрушки уже съедено, конечно, постоянно ее стараемся использовать для еды. И вот часть петрушки сейчас подсушивается для заморозки. Первую партию клубники уже заморозка сделана. И вот сейчас подсохнет зелень, и тоже будет сделана заморозка вот этой зелени. После разморозки, конечно, зелень, ну, может быть, не такая вкусная, как свежая. Но все-таки она достаточно хороша, и хорошо идет и в салаты, и в супы, да и во многие другие блюда. Итак, здесь зелень петрушка-богатырь, фенхель и два сорта укропа. Салют и сильно облиственный. Вот такая замечательная зелень. Сейчас подсохнет, и будем резать. После того, как зелень подсыхает, режем ее обычным ножиком. Ну, режет каждый, как ему удобно. Вот, например, петрушка-чевишки мы откладываем, не замораживаем. А зелень режется помельче. Ну, это, конечно, каждый режет на свое усмотрение. Здесь никаких хитростей нет. Готовая зелень складывается в кастрюльку, откуда будет уже потом фасоваться по пакетам. Пакеты используются тоже специальные для заморозки продукта. Насыпается в пакеты количество. Ну, здесь уже тоже на усмотрение каждого. Мы делаем примерно вот такие пакеты. А потом, после заморозки, когда зелень достаем из морозильной камеры, то можно отрезать кусочки вот от этого смершегося состава и использовать уже для разных целей. Петрушка, и укроп, и другая зелень сохраняют все положительные качества. И запах сохраняется, и вкус. Конечно, это не как свежая зелень получается, но все-таки зелень очень хорошо идет к столу.